Монтаж зрительных рядов еще не закончен, но точно известно, что в пятницу все 700 мест будут заняты. Билеты на открытие «Толстой уикенд» поступили в продажу всего неделю назад, а на премьерный спектакль «Оперу война и мир» их раскупили в тот же день. В постановке Академического театра имени Станиславского и Немировича Данченко будут задействованы больше ста человек. Только в составе оркестра выйдут 60 музыкантов. Для этого главную сцену даже пришлось увеличить в полтора раза. Сейчас над тем, чтобы превратить музей-усадьбу в театральные подмостки, работают больше 30 человек. Задача – сделать так, чтобы под открытым небом смотреть постановки было не менее комфортно, чем в зрительном зале. Цветовое и звуковое оборудование начнут устанавливать в четверг. Ему уделят особое внимание. Это большое количество специальных звуковых приборов, которые ставятся на сцене, подвешиваются. Приезжают лучшие звукоежиссеры, я буквально в смысле говорю, лучшие звукоежиссеры из Москвы, которые это будут настраивать, смотреть, расставлять микрофоны, монтировать специально. Специально будет монтироваться в разных точках, как мониторы колонки, чтобы каждый зритель услышал правильно то, что происходит на сцене. Фестиваль будет идти три дня. Театральное действие в общей сложности продлится больше 30 часов и будет проходить на четырех площадках. Для большой и малой сцен в Ясную Поляну привезут несколько тонн оборудования и декораций. Но будут и такие постановки, для которых сцена вообще не нужна. Например, актеры сыграют в Яблоневом саду. А в интерактивном спектакле-променаде «Зеленая палочка» будет задействована вся территория усадьбы, а в роли актеров окажутся зрители. Спектакль-эксперимент. Он сейчас специально создается для Ясной Поляны. Основан на воспоминаниях о детстве Льва Толстого. Брат Николенько рассказывал Льву, что есть такая зеленая палочка. Если ее найти, то можно понять, что такое счастье и найти счастье для всех людей. На час, который длится этот променад, станут немножко толстым и будут искать счастье, искать зеленую палочку. На фестивале «Толстой уикенд» многое будет впервые. Впервые в нем примет участие зарубежный театр. Артисты приедут из Латвии. Впервые тулики увидят выдающегося немецкого режиссера Армина Петроса, на счету которого одна из самых знаменитых в Германии постановок. Хотя сам фестиваль в Ясной Поляне пройдет и во второй раз, но впервые в таком масштабе. Монтаж площадок закончат вечером 8 июня. На следующее утро начнутся репетиции. В усадьбу приедут более 300 участников – актеры, техники, гримеры. В этом театре не будет кулис и занавеса, а главными декорациями станут пейзажи Ясной Поляны. 9 июня в 9 вечера актеры выйдут на сцену. За три дня фестиваля зрители увидят около 20 спектаклей. Любовь Зикункова, Дмитрий Бочаров, Первый Тульский.